Всех вас приветствую, дорогие друзья! Как вы знаете, приближается у нас праздник Святой Троицы или Пятидесятницы, в которой мы с вами вместе за богослужением вспоминаем очень важное событие священной истории – сошествие Духа Святого на апостолов. Мы с вами – это и священнослужители, и миряне, в общем, вся Церковь Христова. И именно этот день традиционно считается днем рождения христианской Церкви. Это наш общий праздник, ведь каждый христианин является носителем этого Духа. Вы помните, что сразу после Таинства Крещения, во время так называемого «мира помазания» священник помазывает новоиспеченного христианина Святым Миром со словами «печать, дара, Духа Святого, аминь», призывая его, Святого Духа, о сошествии и действия на этого человека. Это, как мы с вами уже и говорили, одно из семи наиважнейших церковных таинств, в которых благодать Божия сходит на человека, укрепляя его духовные и телесные силы. Хотя мы ведь с вами знаем, что в Церкви все таинственно и непостижимо одним только умом. При этом, конечно, очень важна и вера. Именно она необходима нам для познания мира духовного. Книга «Деяний святых апостолов» повествует нам о том, что Святой Дух сошел на учеников Христовых в виде огненных языков. И потом уже они, апостолы, стали передавать его посредством возложения рук, а в дальнейшем и через миропомазание. Сам же праздник Пятидесятницы, как вы знаете, он подвижный, потому что напрямую зависит от даты празднования Святой Пасхи. И совершается всегда на Десятый день после Вознесения. Вознесение на Сороковой, а Пятидесятница на Пятидесятый. Как это уже и понятно из самого его названия. Мы с вами в одной из наших бесед уже говорили о его истории, смысле, особенностях празднования. Вспоминали, как в первый раз за богослужением поем торпарь праздника, читаем коленопреклонные молитвы. Эта служба очень запоминается, особенно теми, кто бывает на ней в первый раз. В храме в этот день мы можем увидеть с вами зеленые ветви деревьев, а престол и батюшки облачены в зеленой одежде, как символ животворящего действия Духа Святого. Богослужение долгое и торжественное. Тут можно упомянуть еще и о том, что вокруг него дня. При Святой Троице существует очень много самых разных народных легенд, поверий, вымыслов. Это касается, конечно, и Троицкой поминальной субботы, которая служится накануне праздника. Всезнающие бабушки очень любят поучать, что можно делать в этот день, а что нельзя ни в коем случае. Мне об этом довольно часто пишут, спрашивают. Вот есть у меня один друг, он тоже батюшка, так он обычно на такой вопрос отвечает, что грешить нельзя, лениться нельзя, сплетничать. А вот остальное можно. Можно молиться, делать добрые дела, не забывать про смирение. Вот это можно. Ну а вообще, на самом деле, работа в празднике для того и отменяется, чтобы можно было пойти на богослужение в храм и там помолиться. И, конечно, не для того, чтобы лежать дома на диване и бездельничать. И потом говорить, мы православные, у нас праздник. Вот сходили в храм, тогда уж можно и поработать, если нужно. А потом и отдохнуть. Понятно ведь, что есть работы или занятия, которые не просто можно, но и нужно делать. Например, если у вас маленький ребенок грудной дома, его ведь тоже надо кормить, лечить, да и стирать тоже приходится. Все это надо делать. Ну и врачам в больницах поработать тоже надо. Представляете, скажут они, что вот дети Святой Троицы, работать не будем сегодня и спасать сегодня тоже никого не положено. Ведь именно таких Господь и, помните, увещевал в одни своей земной жизни, таких фарисеев, которые, почитая субботу, не творили в этот день дел милосердия и даже роптали на Спасителя за то, что Он исцелял в субботы. Евангелие нам не один раз об этом говорит. Среди нас и в наше время такие фарисеи, к сожалению, тоже есть и их немало. Да, идут времена, тысячелетия, а люди, в общем-то, и не меняются. Но мы должны назидаться с вами словами Священного Писания, Евангелия, о любви к ближним и суметь в этой жизни не ожесточиться. Она, конечно, нас испытывает на все сто и силы зла, как известно, не дремлют в борьбе за душу человека. Вот и надо побороться с этим злом. Прежде всего, внутри себя, а не в своих близких. Вот в помощь для этого мы с вами как раз и призываем Духа Святого. На праздник Пятидесятницы, как мы говорили, в первый раз и поется молитва ему. «Праздничный тропарь, царю небесный, утешителю, души истины, и же везде сый, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись вны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси блаже души наша». Если кто-то его еще этот тропарь, эту молитву не знает наизусть, то надо бы обязательно выучить. Это одна из действительно важных молитв. И я вам, конечно, всем в эти дни желаю быть причастниками Духа Святого, его носителями, наполненными сосудами. Что еще батюшка может пожелать? Вот этого и пожелаю. В этом году на праздник Пятидесятницы я в первый раз буду служить в храме великомученика Георгия Победоносца в городе Таганроге. Теперь я тут служу, и если придете на богослужение в этот день, то помолимся с вами вместе. Понятно, что видео на этом канале смотрят не только таганрожцы, но и жители других, конечно, населенных пунктов. Они в наш храм просто физически прийти не могут. Но всех прошу в этот день за меня помолиться. Хочу сказать огромное спасибо за то, что помогаете строить храм. Ваш вклад действительно очень существенный. Я обычно внизу в первом комментарии выкладываю банковские реквизиты для того, чтобы можно было на это благое дело пожертвовать. И еще раз хочу спасибо сказать вам за помощь. Пусть Господь всех хранит. И до новых встреч, дорогие друзья. Христос посреди нас. Христос посреди нас.